Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. И опять я с фломастером, с фотографией вот она, вот этого жилета. Я не знаю, что вы со мной делаете, девчонки, но в общем мне надо пришить еще две руки, потому что я слишком много всего хочу связать и ничего не успеваю. Этот жилет я тоже хочу очень сильно. Давно я его видела, девчонки. Почему-то я не и в других исполнениях, но почему-то я не сохранила фотографии. И вот мне напомнила вчера подписчица, и поэтому я быстренько, пока я о нем не забыла, она мне напомнила мою же хотелку, о которой я забыла. И вот я о ней вспомнила. Сейчас я вам просто расскажу. Вяжется вам на самом деле очень просто. Я его уже обдумывала очень давно, потому что хотела. Но так как очень много с вами всегда напланируем, и я не успеваю все, что я хочу. Вот. Сейчас. Так. Начинаем мы с горловины. Вязка. По поводу вязки. Значит, видела я его резинкой один на один, перекрученной. Видела я его резинкой два на два. Это все я видела в интернете, которые я не сохранила, к сожалению. Этот вот, то что я вижу, этот связан английской резинкой. Вот. Так что на него петель меньше. В общем, девчонки, тут уже не буду угадать и угадывать горловину. Вот как вы вяжете, представьте, что вы сейчас вяжете манишку, но только здесь горловина у нас посвободнее. Вот такая вот свободная, такая всякая красивая. Вот я изначально, как бы, просто нарисую вот эту вот горловину. Представим, что это мы связали горловину, такую, как мы хотим. И далее, что мы будем делать? Далее мы вяжем реглан. Вот горловина высота там сантиметров 16, я бы сказала. Не маленькая, визуально. По ширине сантиметров, наверное, 20. Ну, это так, на скидку. Опять же, зависит от предпочтений и по высоте, и по ширине. Так, вот, допустим, наша горловина. Если смотреть на вот эту трубу горловину сверху, это что я просто объясняю, чтобы вы понимали. Значит, здесь у нас вязание делится на две части, вернее, на четыре. Вот погон. Итак, здесь у нас спинка, здесь у нас перед. Вот. Здесь оставляем для погонов, ну, допустим, от 9 до 15 петель, в зависимости от вязки, да. Мы же не знаем, что у нас будет английская резинка, или просто резинка перекрученная, да. Это уже на ваше усмотрение. Вот. Единственное, что могу сказать по поводу пряжи. Если вы берете вот эту ангору, любую, 500-600 метров, то вяжите в одно сложение английская резинка. Вот будет идеально и мягко, и сидеть будет хорошо, и это. Если берете другую какую-то пряжу, какой-то потолще, то тогда резинка один на один. Если тонкая пряжа, то английская резинка. Вот так. Значит, далее, с обеих сторон, вернее, нет, не так. Далее нам нужно сделать... Росток. Вот. Значит. Так, добавления у нас будут по обеих сторон. По три петли. Да, здесь так, потому что две регланные линии. По три петли. Три, три, три. Через ряд, да. Это мы знаем. Так, что по поводу добавлений. Как делать три петли, показываю из одной. Как я ввязываю из одной три петли. В общем, если представить, что это петля. Петля, накид, еще одна петля из этой же. И получится, что из одной петли мы ввязываем три. Так, значит, понятно. Петли потом ввязываем в основное полотно, совместив с основным узором, да. Что еще хочу сказать. Я бы сделала... Обязательно. В некоторых моделях я видела, что не делает этот, как бы, росток. И некрасиво сидит, собирается вот в передней детали, вот такую вот волну делает. Значит, я бы сделала росток, девчонки. Что это значит по классическому способу? Только, единственное, здесь одна регланная линия. То есть, вот таким вот образом. Да, классический росток. Я бы его все-таки там сделала. Без него будет не то. Вот правда не то. Это я больше чем уверена, потому что видела разные исполнения этого жилета. Вот. Далее, когда мы вывязывали этот росток, мы просто вяжем целое полотно в круговую. Вот оно получится у нас. Вот такое вот. Далее мы в этих местах половина погона разделяем пополам. И вяжем переднюю деталь. Основным узором. Там никаких украшений, ничего. Все, все у нас английская резинка, либо резинка один на один. То есть, вот мы связали, по сути, в круговую вот эту кокетку. Она будет... Это я, конечно, круто нарисовал. На самом деле, она будет выглядеть вот так вот. Почему? Потому что у нас очень стремительное добавление петель идет по регланной линии. Потому что у нас их две. Добавляем мы быстро, много. Добавления у нас достаточно стремительные. Поэтому вот так вот это будет выглядеть. Возможно, даже меньше. Вот я пока не вязала. Не знаю, как это на самом деле будет выглядеть. Это то, что я предполагаю. Ну и далее мы связали отдельно переднюю деталь. Сантиметров 20. И заднюю деталь. Вот здесь я вот видите, как нарисовала. Так, еще раз рисую. Вот. И здесь соединяем. После проймы вяжем где-то 20 сантиметров, 25 сантиметров. Это уже тоже на ваше усмотрение. И далее вяжем в круговую до нужной нам длины. Что очень удобно здесь измерить. Если хотим широкий такой оверсайз, хороший, ничего не делаем. Просто вяжем и заканчиваем. Еще можно здесь в этой модели, именно здесь есть сокращение. Вот. По бокам. Вот. Все, девчонки. Я думаю, я объяснила. А связать хочется. Невероятно. Господи, где взять две руки еще. Ладно, все. На сегодня все, девчонки. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Присылайте мне. Присылайте инстаграм внизу. Если есть что-то интересное. Мне самой безумно интересно. И я в такой азарт безумный вхожу. Поэтому присылайте. Будем разбирать. Будем вязать выбранные. Полюбившиеся модели будем вязать. Давайте. Все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.